Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские грибцы привезли полный комплект наград с Кубка России. Гандбольная лада вышла в финал чемпионата страны. Баскетбольные красные крылья забыли, что такое победа. Красные крылья в единой лиге сыграли с Зенитом неудачно, хотя первую четверть ввели в три очка. Но потом инициативой завладел Зенит и красные были все время в роли догоняющих. Чтобы вырвать победу, крылья на последних секундах встречи дважды брали тайм-аут. Результат совещаний 84-85 в пользу соперника. После планерки уже Зенита счет изменился не в пользу самарской команды 86-84. Очередное поражение красных крыльев и финиш чемпионата страны клуб проведет в Красноярске с местным Енисеем. Лидер лиги ЦСКА. В полуфинале плей-офф чемпионата России среди команд Суперлиги Тольятинская Лада обыграла Звенигородскую звезду. Первый тайм автозаводцы вели в два мяча. Окончательно счет установился на отметке 27-23. Золотый чемпионский титул Лада разыграет у себя дома в пятницу. Соперник Ростов-Дон. Ростовчанки в полуфинальной серии расправились со счетом 2-0 с Астраханочкой. В Краснодаре разыграли Кубок России по гребле на байдарках и каное. Самарские спортсмены завоевали три медали. Бронза на счету Михаила Павлова. Он на каное двойке с Кириллом Шамшуриным из Москвы финишировал третьим на тысячи метров. В одиночном разряде и на дистанции в два раза короче серебро привез Илья Штоколов. Отставание от чемпиона земляка Павлова составило чуть больше секунды. В результате такого успеха Михаил поедет на чемпионат континента. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.